В принципе, в кратком своем сообщении постараюсь некоторые аргументы против одевантной терапии, хотя, наверное, действительно сложно ее отрицать. Наверное, нужно отразить, может быть, имеющиеся недостатки или наши не сбывшиеся, скажем так, надежды на этот потенциально эффективный метод лечения. Говоря о любом одевантном лечении, любой злокачественной опухоли, в том числе и меланомы, мы, конечно же, помним, что очень большая часть пациентов, отмеченная синей кривой, это пациенты, которые извлечены только хирургическим лечением. То есть этим пациентам не нужна одевантная терапия как таковая, сроки их жизни объясняются и обеспечиваются только эффективным хирургическим лечением. Часть пациентов, которые получат одевантное лечение, будут иметь определенный выигрыш, сроки их жизни увеличатся именно благодаря этому лечению. Но нужно помнить, что те больные, которые уже извлечены только хирургическим лечением, они не нуждаются ни в каком одевантной терапии. То есть, по крайней мере, одевантная терапия не придет никакой пользы. А части пациентов, мы об этом тоже будем говорить, принесет и определенный вред, обратимый или не обратимый из-за тех или других токсических реакций одевантного лечения, которые, мы знаем, довольно бывают выраженными. Поэтому в свете нынешних этих событий, конечно же, этих данных, мы должны сформулировать такие наши ожидания и наши требования к эффективной одевантной терапии. Это, конечно же, принципиальное повышение шансов больных на излечение, повышение шансов больных увеличить сроки их жизни, увеличить их выживаемость. Конечно же, это безопасность и минимальная токсичность одевантной терапии. Это возможность индивидуализации лечения, то есть, в принципе, выбор тех групп пациентов, которые получат наибольшую пользу от назначения такого профилактического лечения. Это, конечно же, минимальные сроки лечения, возможно, минимальные, без, скажем так, уменьшения эффективности, поскольку мы знаем, что имеющиеся в настоящее время одевантные режимы терапии интерферона, например, подразумевают лечение в течение года, в течение полутора лет, в течение двух лет. Конечно же, это тягостно пациенту, и чем короче будет срок эффективного лечения, тем будет, наверное, благоприятнее. И немаловажный аспект, который я не вынесла на слайд, но это стоимость лечения. Мы знаем о высокой стоимости надобренной терапии высокими дозами интерферона. И что из этого мы имеем в настоящий момент? Давайте попробуем разобраться. Большое количество вариантов одевантной терапии, различные режимы введения интерферона, различный уровень доз интерферона, на чем основаны, скажем так, данные об эффективности этого препарата. Основное исследование, на основании которого высокие дозы интерферона были одобрены в 1996 году, это исследование Киркуда. И мы знаем, что те данные, на основании которых препарат был зарегистрирован, это увеличение общей выживаемости больных, получавших высокий доз интерферона, через 5 лет наблюдения. Но, к сожалению, при подведении итогов через 12 лет, уже принципиального различия в выживаемости больных, получавших высокий дозы интерферона или не получавших, не было. То есть, в принципе, можно сказать, что пациенты, прожившие такой длительный срок, прожили независимо от того, получали ли они интерферон или не получали. То есть, скорее всего, здесь какие-то другие биологические моменты, которые, может быть, нам нужно узнать и как раз-таки для выделения этих когорт пациентов учитывать. В других исследованиях, которые проводились в отношении высоких доз, также очень, скажем так, сомнительные результаты в отношении именно влияния на общую выживаемость. Я акцентирую внимание именно на общую выживаемость, потому что возможность высокий доз интерферона увеличивать безрецидивную выживаемость, она доказана, она неиспорима и, скажем так, не подвергается сомнению. Но наша цель, цель любого одевантного лечения, это именно увеличить сроки жизни пациента, то есть максимально, скажем так, обеспечить его излечение. Но, к сожалению, мы видим, что этот вопрос практически не решен при использовании высоких доз препаратов. Режим средних доз терапии интерферона, режим малых доз терапии также не повышает, скажем так, сроки жизни пациента, не влияет на их выживаемость, и более того, во многих исследованиях даже не доказано увеличение безрецидивной выживаемости. То есть именно базируясь на этих данных, например, эксперты НССН вообще не рекомендуют применения ни средних, ни малых доз интерферона для одевантной терапии. А европейское медицинское агентство рекомендует использование малых доз, но только для больных со второй стадии меланомы кожи. С третьей стадии пациенты уже, скажем так, не являются кандидатами для режима средних и малых доз. Если мы говорим о погелированном интерфероне, напомню, что он зарегистрирован для одевантной терапии больных третьей стадии, то здесь также практически нет существенного влияния на сроки жизни пациента, есть влияние на безрецидивную выживаемость, но, опять же, только у пациентов, имеющих ульцерацию первичной опухоли, имеющих микрометастазы в лимфоузлах. То есть, в принципе, далеко не у всех пациентов, а только у определенной когорты. Поэтому, конечно же, здесь уже возможность как раз-таки гендиализации лечения тоже прослеживается путем выделения вот таких вот групп пациентов. Ну и метаанализ, о котором мы тоже вспоминаем всегда, когда говорим об одевантной терапии, безрецидивная выживаемость практически подтверждена во всех исследованиях, во всех данных метаанализа, но общая выживаемость только в 4 из 14 рандомизированных исследований показана. Поэтому также вопрос, скажем так, весьма и весьма дискутабельный. Вот интересные выводы, которые делают авторы одного из метаанализов, что для предупреждения смерти одного больного необходимо провести лечение 35 пациентам, то есть, в принципе, разница пользы и отсутствие пользы, она довольно очевидна. И только у 3% больных будет принципиальное влияние на сроки жизни пациента оказано после проведения одевантной терапии. Как нам найти этого счастливчика? Пока еще вопрос. Ну, если мы говорим об эпилемумабе, Галина Юрьевна тоже уже упомянула, что пока данных об общей выживаемости больных, получавших эпилемумаб, нет, поэтому мы пока этот вопрос оставим также открытым. Ну и говоря об таком сомнительном эффекте любого препарата, конечно же, первый вопрос, а какова цена вот таких вот сомнительных, скажем так, успехов? Безусловно, высокая частота и высокая степень тяжести осложнений, отмечаемых при терапии высокими дозами терферона. Со стороны всех системы органов организма. Это и общие симптомы, и система кроветворения, и печень, и центральная нервная система. Каждый четвертый больной нуждается в уменьшении дозы, в прекращении лечения. Конечно же, это слишком, наверное, высокая цена для такого вида лечения. И эпилемумаб то же самое. 40%, даже больше больных, 42% больных, имеют осложнение третьей-четвертой степени, то есть потенциально угрожающие жизни осложнения. Каждый шестой пациент имеет осложнение стороны желудочно-шкешного тракта, то есть диарея, энтероколиты, которые заканчивались и тактическими смертями, летальными исходами. Очень высокая цена для профилактического лечения. Я думаю, что не только в нашей аудитории, но, наверное, у большинства исследователей, специалистов, также эти, скажем так, из комфорта таких данных, он, наверное, присутствует. Говоря о длительности лечения, конечно, вы предпринимались попытки о сокращении сроков лечения. В частности, от исследования Агарвалы, попытка сокращения терапии высокими дозами интерферона не в течение года, а в течение одного месяца. К сожалению, не увенчались успехом. Смысла в применении интерферона в течение месяца никакого нет. Попытки использования химио-иммунотерапии. Данные последних два года назад были представлены. Данные рандомизированного исследования. Попытка сокращения лечения путем использования комбинации из пяти препаратов. Два из них – это иммунные препараты интерлекин-интерферон и три химиопрепарата. И сроки лечения всего 9 недель. То есть, в принципе, оптимально два месяца. И сравнение с годичным циклом терапии интерфероном. И, к сожалению, безлицитивная выживаемость увеличилась, но никакого влияния на общую выживаемость также не оказано. Пятилетняя выживаемость в обеих группах одинакова. А токсичность химио-иммунотерапии мы видим в три четверти пациентов имеют осложнение в третьей-четвертой степени, что, к сожалению, подтверждает еще раз крайне высокую частоту осложнений. Ну и что же мы имеем сейчас? Какие практические рекомендации для больных, имеющих как раз высокую степень риска рецидива, вторая, третья стадии? Одной из опций, которая, в принципе, через запятую они перечисляются в любых рекомендациях, это просто динамическое наблюдение. То есть, пациент, не желающий подвергаться какому-либо лекарственному воздействию, пациент, так сказать, понимающий ситуацию, он просто может находиться под активным динамическим наблюдением до появления признаков прогрессирования и до необходимости начала других видов хирургического или лекарственного лечения. Второй опцией, конечно же, наиболее, наверное, приветствуемый, вопрос еще не решен, вопрос, наверное, будет решаться в ближайшие годы, это, конечно же, участие в клинических испытаниях новых препаратов. И интерферон альфа, один из, скажем так, один из возможных подходов к введению этих пациентов, но далеко не обязательный, категория доказательности 2b, это интерферон, высокие дозы интерферона одобленные и пегелированный интерферон для больных третьей стадии. Поэтому, что из этого выбрать, до сих пор нелешенный вопрос. Ну и что в итоге мы должны решить, наверное, в ближайшие годы, надеюсь, что это все будет решено, это, конечно же, поиск эффективных препаратов, наверное, все-таки они будут в основном реализовываться через иммунную систему, это иммунологические, скорее всего, препараты, может быть, не один, может быть, комбинация нескольких препаратов, с минимальной тактичностью, с наиболее удобной длительностью лечения, с возможностью как раз-таки подбора вот этих вот групп пациентов, которые будут иметь наибольшую пользу, наибольший выигрыш, с приемлемой стоимостью. Ну и в этом случае мы, наверное, сможем выбрать того счастливчика, которому одевантная терапия будет помогать, и, наверное, сможем подогнать уже по фигуре платье одевантной терапии для каждого конкретного пациента с учетом его всех запросов, размеров, параметров, желаний и так далее.